Немножко наработал свой блок питания. Что-то дымом пахнет. Это лампа не ревет. И теперь защита у него лучше срабатывает от короткого замыкания. Там 150 Ом резистор подключил от обмотки, которая идет на питание микросхемы, которая качает. Диод идет, потом после него еще резистор идет 150 Ом. Тогда начинает лучше срабатывать защита по короткому замыканию. Вот я включаю и она уже срабатывает. Потому что пока включаешь, нужно зарядить эти конденсаторы. И тут нужен большой ток начальный. Поэтому она с первого толчка не успевает зарядить. А потом после второго заряжает. Поэтому не сразу включается. А раньше у меня сразу включалось. То есть раньше мог начальный ток гораздо больше быть с этого. Мне не надо. Так можно легче чего-то что-то спылить. Так вот этим явлением я очень рад. А теперь работает примерно как и обычные источники питания. Какие-то это тоже при пуске он. Вот 60 Вт, 12 Вольт, 5 А. На самом деле он может не больше чем 60, где-то 75 Вт выдать максимально. Но при пуске у него тоже, кажется, сперва срабатывает защита. Потому что пока конденсаторы зарядятся. А потом он уже опускается. Включу его немножко. Посмотрите. Радиатор тёплый немножко. После вот этих включений. Вот транзисторы ИРХ 840. Так я думаю, вот я ещё таким гигазинчиком ещё второй радиатор прицепил. Тоже немножко тёплый. Тепло лучше будет передавать. Но тут, я думаю, нужно поставить ИРФП 460. Он на 20 А. И у него этот корпус побольше. Он будет лучше тепло передавать на радиатор. И будет лучше держать. А этот 8 А. ИРФ 840. Вообще, ещё думаю, вот этот трансформатор нужно на нормальном трансформаторе сделать. Он на таком, например. Наверное, с него киловатт можно снять. Но у меня тут, ну, может, 500 Вт. Ну, как тут, не знаю. Тут, наверное, зазора нет. У меня нет, потому что он по схеме по шпуле работал. У меня тут по импульсному, по обратоходовику, поэтому... У него надо зазор, ему делать как-то не хочется. А тут на стержне ферритом он намотан, поэтому тут никаких зазоров не надо. И вот ещё хочу что-то добавить. Вот этот провод идёт на питание оптопары. Это плюс идёт. Нет, это минус. Вот этот плюс. Он идёт через резистор и через стабилитрон. 24 Вольт. Я думаю, тут ещё резистор переменный поставить. И тогда им крутить и будет регулироваться выходное напряжение где-то на 25 Вольт, допустим, до 40 Вольт. Вот этот резистор набаил 150 Вольт. Вот после диода идёт. Вот с обмотки, которая идёт на питание всей этой микросхемы. Идёт через диод, потом через резистор и потом идёт на плюс. Вот тут 15 Вольт где-то. Ну, там стоит, кажется, в микросхеме внутри стабилитрона. Если до 38 Вольт поднимется, он просто будет коротеть и не дать выше подняться 38 Вольт. И вот тут ещё идёт питание от сети, которое нужно для начала. Там ещё резистор где-то на 200 Вольт. И через него идёт он для начала, для старта, который нужен. Вот эти эти провода. Ну, это диоды на 200 Вольт, кажется. Все они тоже греются, когда постоянно работает он. Сильно очень нагреваются. Такий транзистор. Поэтому я ещё дополнительный радиатор беру. И эфирит очень сильно греется. Вот этот смесь трансформатора. Вот тут дроссель такой по фильтру. На минусе. Ну, там под нагрузкой показывают потом 23 Вольта где-то. Но это может быть на проводах потери всякие. Ну, тут и диоды, мне кажется, можно поставить тут не на 200 Вольт, а на 100 Вольт. И с меньшим падением напряжения, чтобы они не так грелись. Потому что очень греется. Вот напряжение теперь на выходе. Вот сколько мой блок питания может вытянуть, покажу. Теперь странно сразу запустилось. Вот что-то пищится, начинает горшоп. Ну, вроде бы. Ну, что же. Наверное, горшоп. Перестал. Вот чуть больше, даже 6 А потребления. Вот напряжение 23 Вольта, запятая 48 Вольт. Но это может на всех проводах идёт падение напряжения. А так, в самом блоке питания может там и 25 Вольт или 24 Вольт. Вот мой блок питания значит 23 умножить на… Ну, 24 умножить на 6. Так, сколько там у вас, 4 на 6. 6 на 20, 124 на 6, 24, 144 Ватт. Вот, теперь покажу, какое у него напряжение при 23,50-60 Вольт. Ну, вот 6 А. Теперь буду крутить вот этот резистор многоуборотный. и будет от частоты уходить резонансный. И будет снижаться ток употребляемый. Вот дойду теперь до 5 А. Вот эта нагрузка 60 Ватт. Вот какой КПД низкий. Она и то может на весь накал даже не горит. Вот при таком индукционном режиме вот от трёх витков идёт резонансный. Вот конденсатор. Пушковый транзистор горячий. 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 Вот опять начал скрипеть горшок. Дошёл до 5 А. Вот теперь 23,97 В. то есть напряжение сильно не скачет от того, что потребляемый ток другой. Выходной. Теперь до 4 А. Лампа уже слабее светит. То есть потребление было 144 Ватта, а лампа 60 Ватт. И что наверно не на весь накал горел. Это значит ТПД где-то 40-30, 40 процентов наверное. Вот теперь 4 А. Вот 24,68 Ватт. То есть напряжение на 1 Ватт только поменялось. Но как бы на покупных блоках питания наверное там постабильнее. Даже 1 В не будет. Но как бы там сильно ничего не поменялось. Это можно сказать нормально что-то. Вот теперь 3 А. Трепление 24,89 Вольт на выходе. Чувствуется как что-то воняет. Какие тренисты горячие. Особенно этот. Он питается не драйвер. Но наверное его там как-то плечо ближе к этой резонансной мотке. Поэтому лучше передает. А то у меня этот феррит зазором. Так поэтому обратно сильно бьёт. А тут оцепился ещё вот этот снаббер. Который немножко должен его охладить. Что-то очень сильно пахнет. Не хочется чтобы он перегорел. Очень горячий. Держать нельзя долго. Палит. Вот. Зацепился снаббер. Теперь он может будет не так греться. Вот будет вот этот резистор греться и диод. от выбросов. Но сразу не стартанало. Сперва обзарядились вот эти конденсаторы. Тут их ёмкость не маленькая. Общая. 24,62 вольта. 3 ампера. Употребление. Ещё буду уходить от резонанса. Вот где-то 2 ампера. Вот 25,05 вольт. Адеменькая душа. Открываем. Вольт вольт. Дальше уже не знаю или до одного ампера можно докрутить. Грубая подстройка уже меньше 1 ампера, 0.9,25,25 вольт напряжение, чем ниже напряжение, то есть меньше ток, тем выше выходного напряжения, 0.7 ампера. Это возможно потеря на провода, поэтому так меняется выходного напряжения, немножко где-то на 2 вольт, вот это качер, с качером посмотрим сколько можно выжать. О, где-то 6,5 ампера, 23,68 вольт. Может еще удастся больше выжать из него. Ну пусть есть, он не слышно. А24,23 вольт. Уже почему-то. Что-то не знаю, ведь может немножко наводки качерем. А24,23 вольт. А24,23 вольт. Может что-то транзисты разогрели. Ну вот где-то 6 ампера, где-то что-то больше не хочет подстроить. 24,46 ватт. Вот мой импульсный блок питания может 144 ватт отдать. Уже несколько больше, где-то наверное 150 ватт. Но долго в таком режиме не знаю, или он будет работать. Отключил питание, теперь посмотрим, как горячий транзистор. Диоды тоже будут горячие. Диоды еще будут горячие, чем транзистор. Но может примерно одинаковые. Хотя мне кажется немножко диоды горячие. Трансформатор теперь не горячий. Ему нужно наверное дольше побыть, чтобы он нагрелся. Диоды все-таки наверное горячие, чем транзисторы. Но теперь у них меньше радиатора, они быстрее остывают. Потому что теперь может и транзистор гореть. Вот этот радиатор тоже теплый. Толку от него наверное маловато, но все равно есть. Нужен побольше радиатор. И транзистор если поставить ИРФ460, ИРФП тогда будет наверное лучше меньше греться. И еще можно было бы больше выжать, только чтобы диоды не подвели. Вот на всех этих проводах. Вот тут провод идет. Потом вот тут такой тонковатый. 0,75 мм идет. Потом вот тут. На дроссельке вот. На всем этом может быть потери. И вот плюсовой провод тоже тонкий вот. Поэтому при увеличении тока проседает напряжение. Не нужно было бы вот тут на плюсе и минусе мерить напряжение. Ну ладно, там немного вольт проседает. Не буду тут мучиться. Вот тут вот предохранитель. Где-то на 3, на 1, на 3 ампера. Я там ставлю какие у меня есть. Вот это фильтр. Тут варит термистер. Вот. Я заметил, когда чинил эти блоки питания, у них термистер часто перегоряет он. Он чтоб снизить пусковой ток пока, потому что вот этот конденсатор заряжается. Вот 220 микрофарад 400 вольт. Вот если может быть побольше емкость еще прибавить, еще можно было бы повысить мощность выходную. Но тут как бы не надо больших мощностей. Вот схема, как видно, достаточно простая. Вот тут вот этот 0,47 Ом резистор и тут какой-то еще датчик тока и превышение этого тока начинает просто уменьшаться скваженность, чтобы не превысил этот транзистор, не сгорел. А так он при увеличении тока увеличивается скваженность, чтобы постоянное напряжение на выходе подержать. Вот тут одна микросхемка и все, нет никаких драйверов. Вот от кокара, конденсаторы, всякие. А тут не рекомендую я ставить, вот тут когда резистор идет на затвор и все ему ставят параллельно диод, чтобы быстрее закрывался, я не рекомендую ставить этот диод, там резистор где-то 10 Ом. Потому что бывает, что тот диод сгорает, тогда начинает он коротить и начинает быстро, тогда начинает бешеный ток затворить и транзистор сгорает. И бывает и микросхема сгорает, потому что если транзистор сгорит, потом и микросхема не сможет отдать такой ток большой и сгорит микросхема. А так сгорит резистор, либо по крайней мере ничего не сгорит, кроме транзистора. Если транзистор начнет там сократить, если у него появится минус на затворе, он выйдет из строя, тогда резистор спасет жизнь в микросхеме.